Присяга для сотрудников Следственного комитета не только красивая традиция, но и обязательный элемент службы. Сегодня несколько человек были торжественно приняты в следователи. Именно с клятвы в непредвзятости и честности началась коллегия ведомства по итогам полугодия. В ходе расследования данных уголовных дел раскрыто 651 преступление, что на 45% больше аналогичного периода 2012 года. А доля тяжких и особо тяжких преступлений в их числе составила 52,1%, или 339 преступлений. Следователи констатируют повышение эффективности работы. Все больше преступников отправляется в тюрьмы. Только за полгода суд вынес 411 обвинительных приговоров. Всего же в ведомство поступило более 3000 сообщений о преступлениях. По каждому виду преступлений следователи выясняют причину, условия способствующие его, принимают меры по устранению. Кстати, надо отметить, что более 94% уголовных дел, по которым следователи не сняли представление об устранении причины, условия способствующих преступлений. Криминальная обстановка накаляется в Ивановском районе. В прошлом году за аналогичный период было 22 преступления, в этом году уже 44. На место Ивановского Гарлема претендует город Кохма. Там преступность среди несовершеннолетних выросла втрое. В основном место дислокации совершения таких преступлений – это город Кохма. Это основное количество преступлений, которые совершаются несовершеннолетними. Причем основная масса из тех обвиняемых, которые были направлены по уголовным делам в суд, являются жителями города Иваново. То есть они совершают свои преступления, выезжая либо в Иванский район, либо в город Кохма. Кохме сейчас приковано пристальное внимание следователей и сотрудников правоохранительных органов. Людям в погонах предстоит выяснить, чем городок так привлекает преступность. И постараться вернуть горожанам спокойствие, а Кохме – хорошую репутацию.